В Институте космических исследований решили создать новый микроспутник Чибис-Аи для изучения молний. Спутник запустит с борта грузового корабля «Прогресс». Он поможет своему старшему брату Зонду Чибис-М, который уже работает на орбите Земли. На новом аппарате поставит улучшенный гамма-детектор для изучения гамма-излучения, возникающего при разряде молнии. Старт миссии в 2015 году. В Москве вне стартовых комплексов торжественно открыли бюсты главных конструкторов, героев социалистического труда Владимира Павловича Бармина и Всевлада Николаевича Соловьева. Бюст Бармина открыл его сын Игорь Владимирович, который продолжает стартовое дело отца. Просто отдаётся дань уважения. Приятно, что помнят об отце, что последовательные работают. Я надеюсь, будут успешно работать. Для работников ракетно-космической отрасли Бармин и Соловьёв фамилии знаковые. Именно они создали базу для проектирования стартовых площадок и стали учителями нескольких поколений конструкторов-стартовиков. Сегодня на новом космодроме «Восточный» строятся стартовые комплексы, где тоже использованы идеи этих конструкторов. Вот эти два основоположника, они вообще основоположники всех стартовых комплексов, которые созданы на территории Советского Союза. И очень важно было сохранить вот те зёрна, так сказать, научные зёрна создания стартового комплекса. Американский телеканал объявил о запуске нового реалити-шоу «Космическая гонка». Победитель получит путёвку на космический корабль «Спейс Шип Ту» — многоразовый суборбитальный аппарат. Невесомость пассажира почувствует на высоте 100 километров. Суборбитальный аппарат «Спейс Шип Ту» рассчитан на двух пилотов и шестерых туристов. Тестирование аппарата продлится до конца этого года. Первого в истории уборщика космического мусора создают учёные политехнической школы Лозаны. «Клинспейс Уан» — это спутник массой 30 килограммов. Его запустят с помощью многоразовой космической системы. Мини-шаттл поднимется в воздух на спине самолёта Airbus 300. После отделения он доставит спутник на орбиту высотой до 700 километров. С помощью специального манипулятора спутник-уборщик будет собирать космический мусор и размещать в своём отсеке. Когда он заполнится, спутник вернётся в земную атмосферу и при спуске сгорит вместе с космическим мусором. В «Звёздном городке» прошли соревнования Роскосмоса по бадминтону. Этот вид спорта связывает с космонавтикой давняя традиция. При видимой лёгкости бадминтон, по мнению врачей, второй по энергозатратам вид спорта после хоккея с шайбой. Уже 40 лет бадминтон входит в программу физической подготовки звёздного отряда. Это первая спорта-киада за историю Федерального космического агентства. Удалось сплотить много людей, познакомить. 38 предприятий нашей отрасли участвуют в этой спорта-киаде. А что такое бадминтон? Бадминтон – это наш вид спорта, где нужна быстрота, рябка, ловкость. Такие физические качества, которые необходимы космонавтам, их служебной деятельности. И вообще умственный вид спорта. Спорта-киада Роскосмоса проводится впервые в таком масштабе. У нас на нашей площадке проводится бадминтон. И я думаю, что такое большое количество команд ещё связано с тем, что эти соревнования проводятся в Центре подготовки космонавтов. Многим интересно посмотреть на Центр подготовки. Поэтому мы рады поддержать спорта-киаду таким образом и принять сами в ней участие. 12 октября 1964 года запущен первый многоместный космический корабль «Восход». Впервые экипаж в составе командира корабля Владимира Комарова, научного сотрудника Константина Феоктистова и врача Бориса Егорова летал без кафандров. Для поддержания микроклимата кабины использовалась система кондиционирования, обеспечивающая поглощение углекислого газа и влаги. Количество кислорода регулировалось автоматически. Космонавты стартовали при Никите Хрущёве, а докладывали об итогах полёта уже Леониду Брежневу, несмотря на то, что их полёт длился всего два дня. Именно в это время произошла смена руководства страны. В «Звёздном городке» завершаются тренировки экипажа корабля «Союз ТМА-11М», который в ноябре отправится в космос. Впереди предполётные экзамены. Есть у экипажа и почётное задание. Командиру корабля, космонавту Михаилу Тюрину, предстоит доставить на МКС символ Олимпиады в Сочи. На Байконуре уже готовят к старту разукрашенную олимпийским символом ракету. О том, как готовится к старту олимпийский экипаж, смотрите в репортаже Натальи Бурцевой в программе «Космонавтика» в эти выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова